Николай Николаевич, сам факт того, что инициатива бывших заключенных, которые ранее отбывали сроки за тяжкие преступления, допустить к работе в школе, хотя такая инициатива сейчас уже отодвинута, сам Володин ее раскритиковал, но сам факт ее появления говорит о том, что вероятно был какой-то запрос снизу. Может быть были какие-то лоббисты, и мы же понимаем, что депутаты, которые выдвинули такую инициативу, они достаточно опытные, достаточно давно в Думе от Единой России, там и Третьяк, и Роднина, и Петр Толстой. С чем вы связываете вообще сам факт появления такого законопроекта? Ну видите, мы не принадлежим к авторам этого законопроекта, вот в частности КПРФ, там депутат Глазкова, хотя, ну вы знаете, да, вы наверное меня поэтому пригласили, я сам судим по тяжкой статье и был выгнан с работы, именно потому я был заведующим кафедрой в одном московском ВУЗе, ну потому что по закону лица, осужденные за тяжкие, особо тяжкие преступления, вот такие как я, они законом лишены права преподавать, где бы то ни было, там ВУЗе, в детском саду и прочее. То есть мы к этому законопроекту отношения не имеем, но понятно, что там педофилы и все остальные, и авторы законопроекта на это опирают, что нет, это их не касается, они не будут допущены. Ну смотрите, есть же масса людей, осужденных вот по политическим статьям, ну типа меня, мало того, есть вот товарищи с Дальнего Востока, нам подсказывают, есть же масса людей на том же Дальнем Востоке, которые за, ну откровенно, как бы, недружественного к людям народа закона о рыболовстве, они были осуждены когда-то, там типа за браконьерство, за то, что там три рыбы поймали, к тяжкой статье, и с тех пор тоже не могут ни в школе работать, нигде. То есть таких людей-то на самом деле, даже если меня там вывести за ступки, их много. И ну и действительно, скажем, одно дело, там насильники какие-то, педофилы, им вообще с людьми не надо работать, не то, что с детьми, а вообще в принципе, да. Ну вот такие, как мы, когда ректор мне говорил, что мне надо написать заявление, он просто плакал, он говорил, что да вы у нас по рейтингу, там лучший преподаватель, там все, мы только за вас, ну что я могу сделать, вот у нас такой закон. Я как адвокат по уголовным делам с большим стажем работы, я считаю, что каждому человеку надо подходить индивидуально, и как это ни странно, как это ни странно, если человек формально судим за тяжкую статью, это еще не значит, что он изначально плохой и порочный, и должен на всю жизнь ограничиваться в правах. Поэтому я к этой инициативе отношусь неоднозначно. Реакция была смешанная, потому что так часто мы от Госдумы слышим различные совершенно абсурдные предложения, поэтому часть людей, конечно, выразили свое возмущение, другая часть, уже выработав как некий иммунитет против таких вот предложений Госдумы, мы уже даже не реагировали, говорили, что это очередная какая-то приманка для отвлечения внимания, потому что, конечно, это совершенно дикость, и складывается впечатление, что действительно порой создается такой фон для того, чтобы отвлечь от чего-то более важного, чтобы люди бросались на эту, ну, условно говоря, может, немного грубо кость, которую им постоянно закидывают. Потому что от целого ряда депутатов мы видим постоянно какие-нибудь гениальные идеи, там, например, вот недавно тоже прозвучала идея, давайте перенесем на попозже начало учебного дня. Ну, я понимаю, что у депутатов, конечно, такой проблемы нет, они на работу, наверное, с утра им не обязательно приходить вовремя, поэтому они могут попозже детей в школу отвезти, возможно, у них там гувернеры-гувернантки, но рядовым родителям все-таки надо на работу сначала отвезти детей в школу, желательно к 8.30 хотя бы. Ну, то есть мы это каждый день следим за этим, каждый день это слышим, видим, читаем, ужасаемся, крутим у виска, не понимаем вообще, что происходит, ну, в том смысле, как вообще такие вещи можно предлагать. Ну, это, конечно, если речь заходит о том, чтобы в школу привлечь людей, которые имеют судимости за тяжкие преступления, это, конечно, за грани добра и зла. Стало известно, что очень большой недобор в сфере образования, в частности, не хватает учителей, более 40% нехватка, об этом заявила вице-премьер Голикова, может быть, отсюда тоже такая инициатива появилась? Может быть, и отсюда, особенно где-то там далеко от больших городов, кадровый голод действительно присутствует. На самом деле кадровый голод в России – это миф, он упирается просто в низкие зарплаты. У нас, если вы посмотрите на население России и сравните его с населением тех государств, откуда к нам приезжает основная доля мигрантов, так просто к слову, то вы увидите, что одна Москва и Московская область значительно превышают все эти страны вместе взятые. Просто у нас слишком низкие зарплаты. Я думаю, если платить учителям нормальную зарплату, то проблема дефицита кадров исчезнет сама собой, и не надо будет искать людей с судимостью. Хотя, еще раз скажу, на мой взгляд, судимость не должна быть клеймом на всю жизнь. Каждый человек должен иметь право на исправление, и потом бывают судебные ошибки, бывают несправедливые судимости. Так что к этим вопросам надо подходить индивидуально. Как вы правильно сказали, одним из авторов законопроекта является вице-спик, но заместитель Володина от «Единой же России» в Толстой. Володин, как вы тоже правильно сказали, тоже от «Единой России» раскритиковал. То есть, получается как, что фракция «Единой России», она что, не работает, что ли? Первый заместитель не знает позицию председателя или наоборот. Мне кажется, что здесь, вы правильно говорите, задача создать какую-то шумиху. Вот что, Госдума, она работает, что тут какие-то законопроекты, что они резонансные. А вот когда КПРФ, предположим, вносит законопроект об отмене пенсионной реформы, например, или о повышении минимального размера оплаты труда, или вот как недавно Глазкову внесла, ну почему люди погибшие на СВО, погибшие, почему у них пенсия-то только для тех, кто остался живым, а не по потере кормиться? Нет, это неинтересно. И вот чтобы забить всю эту социальную повестку, по которым им нечего сказать просто. Нечего. Они обычно даже сейчас не голосуют, они против не голосуют. Понимаю, ну позорище, да? И вот они нам начинают. То перевод часов там, на час назад или вперед, то вот эта вот фигня. Понимаете, я про себя могу сказать. Вне зависимости от позиции Госдумы, я себя виноватым не чувствую. Закон вынужден соблюдать, но, естественно, никакого помилования просить не собираюсь, потому что я ни в чем не виноват. Вот моя такая точка зрения. И если кто-то считает, что я не должен работать со студентами, ну, значит, я не буду с ними работать. Мне кажется, от этого пострадают в основном студенты. Ну, решать им, конечно. Есть мнение, что сам факт внесения такого законопроекта и потом его быстрое, резкое такое отклонение, это все-таки в общем смысле политтехнология, которая сделана аккурат к президентским выборам. Вот, мол, предложили не совсем популярный закон, и мы, исходя из здравомыслия, решили его вот так благосклонно отклонить и раскритиковать. Да, плохой и хороший полицейский, совершенно верно. И вот у нас практически спаситель наш, Володин, как всегда, когда это нужно, говорит, что нет, ай-яй-яй, ата-та, и вот всех спас в очередной раз. Ну, в общем-то, примерно так мы и подумали. Будучи в одной партии вместе с авторами законопроекта? Ну, да. Ну, в принципе, это довольно часто происходит, мы такие вещи наблюдаем. У «Единой России» ситуация какая? Плохая. Вот их спрашивают, а вы что внесли-то в интересы народа? Вот какие законы, собственно говоря, а что сказать? Что вносятся этому пять лет, этому десять, этому пятнадцать. Ну, и да, «Единая Россия» вдруг вам говорит, а мы за либерализацию. Мы за то, чтобы, вот, скажем, осужденным по тяжким статьям, вот таким негодяям, как Платушкин, да, которого, конечно, нельзя там детям подпускать, вы понимаете, видите меня, да, ну, куда же мне. Да, ну, вот, да, давайте это обсудим. И народ сейчас скажет, да нет, ну что, не надо этих негодяев детям подпускать. Ну, и как бы, видите, как бы общественное мнение захвачено, да, вот идет дискуссия по законопроекту «Единой России», который, конечно, не будет принят там, даже не будет обсужден. Вот, ну, осадочек остался. А вот по реальным делам, по отмене дистанционного электронного голосования, по социальным вопросам, вот по этим что может сказать «Единая Россия»? Что? Да ничего. Понимаете, даже если что-то говорят, это действует именно против них, потому что люди смотрят и говорят, вы что, с ума сошли, что ли? Вы что такое? Говорите-то в принципе. Поэтому лучше, да, переключить внимание вот там на таких негодяях, там, как Платушкин, знаете, на меня посмотрите. Разве можно такого допускать к преподаванию? Есть ли вероятность, что через какое-то время к этому закону вернутся вновь? В ближайшее время это маловероятно, раз уж его отклонили из-за негативного резонанса, тем более тут у нас у нас выборы президента, и все вот такого рода резонансные, непопулярные, и мало что значащие законопроекты, они будут отклоняться. Но потом в перспективе, может быть, к этому и вернутся, но не в ближайшее время. Продолжение следует...